Москва, Красная Площадь Сегодня здесь состоялись торжества, посвященные Дню Международной Солидарности Трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм. Нынешний Первомай советские люди встречают высокой активностью в борьбе за осуществление решений 26-го съезда партии. Стремлением внести весомый вклад в выполнение плана 2-го года пятилетки достойно встретить 60-летний юбилей образования СССР. На гостевых трибунах ветераны партии и труда, участники Октябрьской революции и Великой Отечественной войны, представители партийных, советских и общественных организаций, ударники первых пятилеток, передовики и новаторы производства наших дней, видные ученые, деятели культуры, летчики-космонавты СССР. Здесь и многочисленные зарубежные гости, делегации профсоюзного и рабочего движения более чем 100 стран, представители Всемирной Федерации и профсоюзов, других международных организаций. Их участие в праздничных торжествах в Москве – одно из проявлений пролетарского интернационализма, международной солидарности трудящихся всего мира. Бурными, долго не смолкающими аплодисментами приветствуют москвичи и гости столицы, руководителей Коммунистической партии и Советского государства. На центральную трибуну Мавзолея поднимаются Леонид Ильич Брежнев. Товарищ Андропов, Горбачев, Гришин, Громыко, Кириленко, Пельша, Тихонов, Пустинов, Черненко, Демичев, Кузнецов, Пономарев, Соломенцев, Капитонов, Долгих, Зимянин, Русаков. На трибуне видны советские военачальники. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Здравствует Ленинская Коммунистическая партия Советского Союза! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Доброй традицией освещено начало торжества. Московские пионеры и школьники дарят цветы руководителям Коммунистической партии и Советского государства. Этот май у юных ленинцев особый. Исполняется 60 лет пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава передовикам и новаторам производства! Ура! 60 лет. Это значит, что уже пятое поколение советских людей проходит чудесную школу красных галстуков, пионерских линеек, походов, костров. АПЛОДИСМЕНТЫ Исторические решения 26-го съезда КПСС притворяем в жизнь. Под этим девизом прошла сегодня вся первомайская демонстрация. Она началась шествием представителей краснознаменных коллективов. Знамена, которые видите вы сейчас над площадью, принесены сюда с заводов, фабрик, строек, где они бережно хранятся в красных уголках на самых почетных местах. Этими знаменами коллективы трудящихся отмечены за успехи в социалистическом соревновании. И награды вручены победителям от имени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Этим знаменем награждена и Москва. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С двух сторон на Красную площадь вступают колонны девяти московских районов. Первым, ближе к мавзолею, идет Москворецкий район. За ним Пролетарский, Ленинский, Краснопресненский, Фрунзенский, Свердловский, Дзержинский, Бауманский, Калининский. И вот уже во всю ширь площади плещется людской поток. Передовики производства, новаторы. Здесь правофланговые. У многих на груди трудовые награды Родины, у ветеранов боевые ордена и медали. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На красочных панно и транспарантах трудовые рапорты москвичей. Успехи не даются легко. В их основе лежат упорство, мастерство, преданность своему делу. Поэтому сегодня москвичи вправе гордиться своими достижениями. Вот они. Шесть миллионов сот тысяч тружеников приняли участие в коммунистическом субботнике, посвященном 112-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В фонд 11-й пятилетки отчислено 25 миллионов рублей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Есть у рабочего класса нашей столицы традиция, которая идет еще от первых пятилеток. Они всегда выступают застрельщиками нового передового. Вот и сейчас московские рабочие, делегаты 17-го съезда профсоюзов, обратились ко всем труженикам с призывом развернуть в честь юбилея СССР соревнования за достижение более высокой производительности труда на каждом рабочем месте, добиться высоких результатов при минимальных затратах. Этот призыв подхватили уже 22 тысячи бригад, 550 тысяч передовых рабочих столиц. Идет трудовая Москва. Бригадный подряд, злобинский метод. Эти слова прочно вошли в обиход рабочих бригад. И теперь уже не только на стройках. Бригадный хозрасчет внедряется на заводах и фабриках. И жизнь каждый раз показывает, насколько эффективен этот метод. На 17-м съезде профсоюзов Леонид Ильич Брежнев сказал, что он полностью соответствует экономической стратегии партии на современном этапе. Новый метод, так же как в свое время истахановское движение, назван именем его зачинателя, бригадира строителей из подмосковного Зеленограда Николая Анатольевича Злобина. Он сейчас здесь с нами на нашей трибуне вместе с членами своей бригады. Бригада у вас большая, 60 человек. Да, бригада у нас 65 человек, большая. И она сейчас, конечно, смотрит нас по телевизору. И весь этот праздник, который сегодня день, 1 мая, я думаю, что ребята с большим интересом это наблюдают. И нам очень приятно, вот, хотелось бы поздравить всех строителей с таким замечательным днем. Ведь только подумать надо, сколько они приносят счастья людям, вот, сколько они приносят, понимаете, вот, того торжества, которое, как говорится, получают новоселы-квартиры. Замечательно. И от души мы их поздравляем с этим замечательным днем 1 мая. Желаем им больших успехов, счастья, радости в семьях и крепкого здоровья. Мы вам желаем новых успехов всей вашей бригаде и всем, кто подхватил ваш метод. Спасибо большое. Будем стараться на будущее еще, чтобы более прогрессивно, лучше работать. Рапорты, лозунги, диаграммы на транспарантах, которые мы видим сейчас в праздничных колоннах, как бы иллюстрируют динамику роста нашей экономики. Программа развития экономики страны, выработанная 26-м съездом партии, это одновременно и программа роста народного благосостояния. Она охватывает, говорил Леонид Ильич Брежнев, улучшение всех сторон жизни советских людей, потребление и жилье, культуру и отдых, условия труда и быта. Забота о человеке, его нуждах и потребностях – главная цель экономической политики партии. И мы знаем, что несмотря на трудности, на различные непростые проблемы, возникающие при нашем движении вперед, несмотря на все повседневные заботы, эта политика партии притворяется в жизнь. Она реализуется последовательно и неуклонно, шаг за шагом, день за днем. Эта политика осуществляется на наших глазах. В этом году, например, еще 10 миллионов человек справят новоселье. По бесплатным и льготным путевкам отдохнет 13,5 миллионов тружеников. Дополнительный оплаченный отпуск получат женщины-матери. Выступая на 26-м съезде партии, Леонид Ильич Брежнев подчеркивал, советские люди знают. Девиз партии – все для блага советского человека, все во имя человека. Знают и потому горячо поддерживают политику партии. Но знаем мы и другое. Нише не дается даром. Любое улучшение условий жизни может быть добыто только напряженным трудом самих советских людей. Встретим 60-летие образования СССР новыми успехами в коммунистическом строительстве. Ура! Первомайский рапорт Ленинграда – это трудовые свершения в чьи 60-летие образования СССР. На исторической дворцовой площади победители предмайского соревнования, корабелы и приборостроители, текстильщики и химики, энергетики и машиностроители. Задание пятилетки за 4 года. Под таким девизом трудятся десятки тысяч ленинградцев. Благодаря настойчивой работе коммунистов на всех предприятиях и стройках ведется постоянный поиск резервов экономии сырья и материалов. Об успехах и достижениях киевлян в борьбе за повышение эффективности и качества работы рассказывают трудовые рапорты Первомая. Демонстрантов приветствовали член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины товарищ Щербицкий, другие руководители республики. Город на Днепре отмечает свой 15-ти вековой юбилей. Он особенно наряден и прекрасен в эти весенние дни. В соревновании за достойную встречу 60-летия образования СССР труженики индустрии города-героя реализовали сверхплана продукции более чем на 35 миллионов рублей. Среди участников первомайских торжеств в столице Белоруссии лучшие представители объединения индустриального домостроения Фрунзенского района. Этот коллектив часто называют главным застройщиком Минска. Первомайский рапорт его строителей сверх задания 4 месяцев введено 9 тысяч квадратных метров жилья. На центральной трибуне находились кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии и товарищ Киселёв, другие руководители республики. В колоннах демонстрантов на площади имени Ленина молодые труженики полей Узбекистана. Комсомольцы решили бороться в этом году за получение 2 миллионов тонн зерна кукурузы. Эту патриотическую инициативу юношей и девушек республики приветствовал Леонид Ильич Брежнев. На правительственной трибуне были кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Рашидов, другие руководители республики. В первомайских колоннах на центральной площади Алматы передовики промышленного и сельскохозяйственного производства. Судьба многих из них – наглядное подтверждение жизненности ленинской национальной политики, братской дружбы народов нашей страны. Трудящихся приветствовали член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев, другие руководители республики. Земледельцы Казахстана решили в этом году перевыполнить план продажи зерна государства, собрать не менее 28 миллионов тонн хлеба. Не отстают от тружеников села и коллективов промышленности, транспорта, других отраслей. Они настойчиво борются за повышение эффективности и качества работы. Красная площадь. Праздничное шествие москвичей продолжается. В нашей передаче принимает участие Василий Александрович Стародуксов. Всю свою жизнь Василий Александрович посвятил земле. Вот уже около 20 лет руководит он одним из лучших колхозов не Черноземье, колхозов имени Ленина Тульской области. Вам слово, Василий Александрович. Продовольственная программа «Дело всего народа». Так определила наша партия. Решать эту сложную задачу сегодня можно. У нас все для этого есть. Есть материальные ресурсы, есть люди. Нужно только по-хозяйски относиться к делу, по-хозяйски относиться к земле. И тогда задачи, которые ставит перед нами партия «Народ», безусловно, будут выполняться. Мы думаем, что в этом вот году, во втором году 11-й пятилетки, труженики наши сделают все, чтобы выполнить высокие обязательства. Получить 40-45 центнеров зерна с каждого гектара, вырастить 350-400 центнеров сахарной свеклы, надоить 5100 килограммов молока на одну фуражную корову. И выполнить все планы в этот светлый майский день. Мне хотелось бы поздравить всех тружеников сельского хозяйства, и особенно тех, кто сегодня на полях и фермах бьется за выполнение программы партии, за выполнение продовольственной программы. КОНЕЦ КОНЕЦ Сегодня среди гостей первомайского праздника лауреаты Ленинской премии. Сергей Иванович Негольский, доктор физико-математических наук, представляет здесь большой коллектив ученых Физического института Академии наук СССР, Якутского института космофизических исследований и Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Вам слово, Сергей Иванович. Спасибо. Нам всем очень приятно, что работа больших коллективов отмечены как заслуживающие внимания и премии. Я еще хотел бы сказать, что наша работа достаточно связана с международным сотрудничеством. У нас в работе вместе с нами участвуют болгарские физики. Отсюда, с Красной площади, я хотел бы передать привет и нашим коллегам за рубежом активно с нами работающими. Я поздравляю всех советских ученых с международным праздником 1 мая. Огромным успехом у нас в стране и за рубежом пользуется многосерийный телевизионный художественный фильм «Карл Маркс. Молодые годы». Режиссер-постановщик этого фильма, народный артист Советского Союза Лев Александрович Кулиджанов сегодня здесь, у нас на Красной площади. Лев Александрович, глубоко символично, что ваш фильм создавал интернациональный отряд кинтографистов. Безусловно, безусловно. Действительно, над этим фильмом трудился, значит, многостанциональный коллектив. Мы работали все с большим волнением над этим фильмом, ибо он должен был воплотить образ основопоможника научного коммунизма. И символично и то, что фильм о Марксе достоин высокой премии, носящей его Ленина. Сегодня, в день международной солидарности трудящихся, мне бы хотелось поздравить моих коллег за границей, которые работали вместе с нами. Мне бы сегодня хотелось поздравить всех кинематографистов, прогрессивных кинематографистов мира, выразить нашу с ними солидарность и пожелать... В Москву, чтобы вместе с нами праздновать День международной солидарности трудящихся, приехали многочисленные гости из более чем 130 стран всех континентов планеты. Я хочу представить вам двоих из них. Васила Иванова, секретарь окружного совета профсоюзов болгарского города Толбухин и Карлуш Карвалью, член секретариата всеобщей конфедерации португальских трудящихся, национального интерсиндикала. Что вы чувствуете в этот майский день здесь, на Красной площади? Для меня большое счастье побоевать здесь, на Красной площади, и вместе с советскими людьми праздновать 1 мая. 1 мая для меня праздник мира, солидарности, дружбы. А дружба для нас, болгарии, болгаро-советская дружба, это дорого все. Она уходит в веках и вечно жива. Город, которым я живу, называется Толбухин в честь маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. И поэтому дружба, она и сейчас у нас социалистическое строительство в связи, которую мы поддержим с Кировоградской областью. Сегодня у нас тоже празднует 1 мая. Наш народ демонстрирует свои постижения по выполнению решений 12-го съезда Болгарской коммунистической партии, демонстрирует свою волю за мир, за счастье. Мы от всего сердца поддерживаем и одобряем новые мирные инициативы Советское государство выдвинутые Леонида Брежнева 17-го съезда Советских профсоюзов. Разрешите мне сегодня пожелать всем советским людям здоровья, счастья, больших трудовых успехов для выполнения решения 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. И всегда будет мир на нашей красивой планете. Спасибо. Пожалуйста, Я хочу воспользоваться предоставленной мне возможностью чтобы передать пламенный привет всем советским людям поздравления по случаю Первомайского праздника. В этот день в Португалии также происходят манифестации по случаю Первомайского праздника. Конечно, у нас условия другие. Португальские трудящиеся ставят необходимым, в качестве необходимого условия борьбу за свои социальные права. Борьбу за улучшение условий жизни. За отставку реакционного правительства. Борьбу за мир и прогресс. Борьбу за мир мы руководствуемся решениями Советского Союза и его предложениями. Я хочу сказать Португалия в числе других западноевропейских стран выступает решительно выступает за мир против опасных планов США. Мы целиком и полностью поддерживаем мирные инициативы выдвинутые товарищем Брежневым, которые направлены на установление прочного мира на земле против агрессивных замыслов империализма и которые мы надеемся помогут отстоять мир во всем мире. И наши усилия будут направлены на поддержку этих инициатив. Грация. В канун праздника трудящиеся столицы Грузии за революционные боевые и трудовые свершения удостойны ордена Ленина. Городом дружбы и братства называют Белисси. Сотни его заводов и фабрик выпускают сегодня новейшие станки и вычислительные машины, электровозы и товары для народа. Демонстрантов приветствовали кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Кумпартии Грузии товарищ Шеварднадзе, другие руководители республики. На площади имени Ленина в столице Азербайджана участники первомайской манифестации трудящихся. С центральной трибуны их приветствовали кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Кумпартии Азербайджана товарищ Алиев, другие руководители республики. О досрочном выполнении четырехмесячных заданий рапортовали сотни бакинцев, десятки трудовых коллективов. 80% прироста продукции получено за счет производительности труда. право открыть демонстрацию в столице Литвы было предоставлено труженикам Ленинского района. Во главе колонны работники Вильмирского завода топливной аппаратуры, ставшие победителями во всесоюзном социалистическом соревновании. Большие успехи в развитии индустрии и сельского хозяйства достигнуты благодаря содружеству и кооперации с трудящимися братских республик. В первомайских торжествах приняли участие первый секретарь ЦК Компартии Литвич Гришкевичус, другие руководители республики. В колоннах демонстрантов победители предмайской трудовой вахты, тракторостроители, работники легкой промышленности. Их приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Молдавии товарищ Гроссу, другие руководители республики. Индустрия Молдавии успешно выполнила план первого квартала по общему объему продукции и выпуску большинства важнейших видов изделий. Трудовыми успехами встретили первомай трудящиеся советской Латвии и ее столицы. По Комсомольской набережной проходят представители флагмана латвийской индустрии, объединение ВЭФ, вагоностроительного завода, трамвайно-трамблейбусного управления. Нынешним летом исполняется сто лет, как был выпущен первый рижский трамвай. На центральной трибуне находились первая секретарь ЦК Компартии Латвии товарищ Фос, другие руководители республики. И снова Красная площадь. Я предоставляю слово народному поэту Кабардино-Балкарии, лауреату государственной премии РСБСР Алиму Кишокову. Пожалуйста. В праздничном убранстве шествует по Красной площади 60-я весна, преисполненная особого смысла и содержания, ибо она всеми своими призывами, лозунгами, яркостью красок говорит нам о том, что мы вступили в год 60-й со дня образования многонационального советского государства, в рамках которого развиваются и крепнут все народы нашей страны. Земля относилась во все времена Их маленькие пули как будто кабузе, но тяжести не ощущает она сынов находящихся в братском союзе. Потеря в сражениях хотя б одного в груди у нее отзывается болью, не потому ли, что более всего гордится земля материнской ролью и отвергая недругов вранье, душой покоряясь отеческой музеи, я в мире ей под лунном один из ее сынов находящихся в братском союзе. Сегодня здесь на Красной площади делегаты 19-го съезда комсомола. Любовь Лучинец, она член СК Волксм, работает в подмосковном совхозе имени Горького Полеводом. Сергей Дюжев, модельщик автозавода имени Лихачева и Николай Еременко. Разные у них профессии, а вот в характере есть общее. Каждый из них сумел выбрать главное дело своей жизни и добросовестно, вдохновенно трудиться. Ну, а по труду и честь любовь лауреат премии комсомола Подмосковья, Николай лауреат премии Ленинского комсомола, а кавалеру ордена дружбы народов Сергею Дюжеву это звание присвоено недавно. Ну, высокое звание наверное обязывает ко многому. Наша комсомольская владежная бригада, во главе которой стоит коммунист, великолепный мастер своего дела Вячеслав Кузнецов обязалась выполнить задание первого полугодия этого года Дню открытой съезда. Думаю, что все молодые автозаводцы с принятыми на себя социалистическими обязательствами справятся успешно. Люба будет представлять на съезде молодежь, сельскую молодежь Подмосковья. Да, в эти праздничные минуты на Красной площади думается о чем-то хорошем, возвышенном. Трудовые будни приобретают особую окраску. Лично я горжусь коллективом своей бригады, которым руководит молодой коммунист Галина Петровна Понасю. К ответу 19-го съезда, делегатом которого мне посчастливилось быть, наши комсомольцы обязались вырастить и сдать по 5 тонн овощей сверх плана. И свое слово мы поддерживаем делом. Я жду в жизни нахожусь на Красной площади в такой торжественный праздничный день. И трудно передать то состояние, которое я испытываю от того, что я вижу и чувствую сейчас на Красной площади. Чувствую прежде всего огромную благодарность и огромную ответственность перед всем московским комсомолом, перед всей творческой молодежью нашей столицы, которая избрала меня делегатом 19-го съезда комсомол. И возьму на себя смелость заверить всех наших зрителей, всех наших москвичей, что мы работники кино, творческая молодежь нашей столицы приложат все наше старание, весь наш профессионализм, создавая не только классические образы, но и прежде всего создавая образы наших современников. Это наша основная задача. Через несколько дней страна отметит праздник своих самых маленьких граждан. 60-летие пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Вот Борис Федосеевич Худинов. 13 февраля 1922 года вступил он в пионерскую организацию и его пионерский билет номер один, а на красной пресне были такие, хранится сейчас в музее пионерской организации. 60 лет назад нам, бывшим пионерам первого краснопресенского отряда, рабочие 16-й типографии вручили красное знамя пионера пионеров. С этим славным знаменем мы прошли большой и трудный путь, а сейчас пионерские знамена в руках наших внуков. Советское государство осуществляет большую заботу о детях. Ребята учатся в отличных школах, отдыхают в прекрасных пионерских лагерях, и в ответ на отеческую заботу родины они отвечают большими замечательными делами. Вся страна, вся пионерия собирала металлолом для БАМа и они совершают еще много-много разных полезных дел во имя нашей любимой социалистической советской родины. Молодцы, ребята, так и держать впредь. на центральной площади столицы Киргизии победители праздничной трудовой вахты, представители трудовых коллективов Первомайского района. Демонстрантов приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищу Субалиев и другие руководители республики. Возглавляют колонну передовики коллектива приборостроительного завода старейшего машиностроительного предприятия республики завода сельскохозяйственного машиностроения имени Фрунзе, где выпускаются известные всем механизаторам страны пресс-подборщики. Таджикистан С начала года промышленная столица Таджикистана выдала сверхплановой продукции более чем на 10 миллионов рублей. Победителем предмайского соревнования стал Октябрьский район. В колоннах демонстрантов лучшие представители коллектива швейного объединения имени 50-летия СССР завода Таджик гидроагрегат. На трибуне 1-й секретарь ЦК Компартии Таджикистана товарищ Набиев другие руководители республики. По традиции праздничную демонстрацию возглавляют трудящиеся Ленинского района. Перед трибуной на которой находились 1-й секретарь ЦК Компартии Армении товарищ Гемерчан другие руководители республики прошли победители предмайского социалистического соревнования рабочие производственных объединений Арм Электромаш Наири Масис станкостроительного завода имени Дзержинского. К празднику эти предприятия выпустили сверх плана большое количество продукции трансформаторов первоклассных станков шин обуви. Среди участников первомайских торжеств в столице Туркмении передовики социалистического соревнования за достойную встречу 60-летия образования СССР труженики завода нефтяного машиностроения домостроительного комбината локомотивного депо управления строительства Туркмен Центрстрой. На центральной трибуне находились первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана товарищ Гапуров и другие руководители республики. Площадь Площадь Победы Демонстрантов приветствовали первый секретарь ЦК Компартии Эстонии товарищ Вайно другие руководители республики. На транспарантах трудовые рапорты. План четырех месяцев таллинцы выполнили досрочно. С обережением графика изготовлена первая партия новых экскаваторов для нефтяников Сибири. Машин для нечерноземья много другой продукции. И как всегда на Красной площади в дни всенародных торжеств советские космонавты. У нас на трибуне здесь руководитель подготовки советских космонавтов Владимир Александрович Шаталов. Ну что ж, наверное, как все советские люди к празднику подводят итоги своей деятельности, своего труда, так и советские космонавты рады сегодня в этот праздничный день на Красной площади рапортовать всем трудящимся нашей страны, что мы неплохо поработали в прошлом году, что очень успешно были проведены все полеты по программе Интеркосмос, что этот год нами затрачен в общем-то на подготовку новых космических полетов. Прежде всего надо было осмыслить все, что мы сделали по итогам, по результатам работы совместно с братскими социалистическими странами на борту орбитального комплекса Салют-6 учесть эти итоги, выводы, рекомендации. Ну и сейчас мы готовимся к новым работам. Теперь уже на орбитальной станции Салют-7, которая в эти дни трудится в космосе, пока в автоматическом режиме, но она может ждет гостей. Да, может работать и в пилотируемом варианте, поэтому ждет гостей и готова к приему гостей. В эти дни Центр подготовки космонавтов, подводя итоги своей работы, рад, так сказать, большой награде правительственной, которым отмечен коллектив Центра подготовки космонавтов за успешную работу и большой вклад в изучение и освоение космического пространства, в осуществлении программы Интеркосмос, награжден Орденом Дружбы Народов. В Центре подготовки космонавтов и на космодроме в эти дни завершается подготовка к очередным космическим полетам, идет подготовка международного космического полета с участием космонавтов Франции, ведутся подготовительные работы к совместным работам в космосе с космонавтами Индии. Я думаю, что ближайшее время и этот год будет новым годом больших достижений нашей страны, нашего народа в изучении и освоении космического пространства, в использовании этих достижений, в повышении экономической отдачи от космических исследований, ну и новым вкладом, наверное, в развитии нашей промышленности, нашего народного хозяйства, в развитии нашей экономики, в развитии нашей науки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Над колоннами демонстрантов, которые проходят по Красной площади, развиваются транспаранты с лозунгами солидарности, с народами, борющимися против империализма и реакции, с народами, которые завоевали свою свободу и отстаивают независимость. Рядом со мной представители трудящихся Афганистана и Никарагуа, Гулам Али Раэш и Алехандро Араус. График Раэш Дорогие советские друзья, прежде всего мне хочется сердечно поздравить вас с этим замечательным праздником. Мы очень рады находиться сегодня на Красной площади во время этих торжеств, а еще ощущать сердечность и радушие советских людей. На этом празднике в Москве мы видим, что советский народ полон решимости крепить дружбу со всеми народами, и в частности с народом Афганистана. Камарада Араус, пожалуйста. Прежде всего я хочу передать советскому народу горячий революционный привет от никарагуанского народа, который сегодня отмечает этот славный праздник Первомая, праздник пролетарского интернационализма. Народ Никарагуа отмечает нынешний Первомай, находясь под постоянной угрозой агрессии Соединенных Штатов. Но наш народ полон решимости дать отпор любым проискам империализма. И мы уверены, что построим социализм в нашей стране. Да здравствует советский народ, да здравствуют женщины, мужчины, дети этой великой страны, которые строят коммунизм и в условиях развитого социализма борются за мир и за счастье всех народов. Большое спасибо. Демонстрация на Красной площади вылилась в праздник единства партии и народа. Она убедительно продемонстрировала, что коммунисты и советские люди горячо поддерживают внутреннюю и внешнюю политику КПСС. Напряженным ритмом ударного труда, духом всенародного творческого поиска, отмечена работа по выполнению плана второго года пятилетки. Осуществление решений 26-го съезда явится достойным вкладом в практическое воплощение программы коммунистического созидания. А здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма «За мир, демократию и социализм! Ура!» Великому Ленину слава! 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 Коммунистическая партия Советского Союза. Слава! Великому советскому народу, строителю коммунизма, слава! 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 День международной солидарности трудящихся торжественно отметили народы братских социалистических стран. Представители трудящихся Софии вышли сегодня на первомайскую демонстрацию, которая состоялась на главной площади города, площади 9 сентября. С трибуны Мавзолея Георгия Димитрова участников праздничного шествия приветствовали первый секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии, председатель Государственного Совета Республики Тодор Живков, другие руководители партии и правительства страны. Праздничное шествие вылилось в яркую манифестацию верности болгарского народа идеям социализма, идеям пролетарского интернационализма и нерушимой болгаро-советской дружбы. Первомайская демонстрация в венгерской столице. На трибуне, установленной на площади народов в Будапеште, первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадр, другие партийные и государственные руководители республики. На площади народов прозвучали здравицы в честь нерушимой советско-венгерской дружбы, плодотворного братского взаимодействия стран социалистического содружества. Столица Германской демократической республики. Тысячи берлинцев прошли сегодня по праздничным улицам города, чтобы принять участие в первомайской демонстрации. Трудящихся приветствовали генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, председатель Государственного совета ГДР Эрих Хонекер, другие руководители партии и правительства, ветераны рабочего движения, зарубежные гости. Первомайские торжества в Варшаве начались митингом, на котором выступил первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, председатель Военного совета национального спасения, председатель Совета министров республики, генерал армии Войцах Ярузельский. Под звуки интернационала первомайская демонстрация трудящихся столицы двинулась по улиц Варшавы. В колонии Войцах Ярузельский, председатели союзнических партий, члены руководящих партийных и государственных органов страны. Среди демонстрантов большая группа ветеранов рабочего движения, собравшихся в Варшаву на весенний праздник труда со всей Польши. К могиле неизвестного солдата и памятнику героям Варшавы были возложены венки и цветы. Торжественное собрание общественности румынской столицы, посвященное Дню международной солидарности, состоялось в Бухаресте. В президиуме собрания находились генеральный секретарь румынской компартии, президент социалистической республики Румынии Николай Чаушевску, члены политисполкома ЦК партии, другие партийные и государственные деятели, ветераны партии. Красочная первомайская демонстрация прошла в столице Чехословатской социалистической республики, на трибуне партийные и государственные руководители страны. С приветствием к трудящимся обратился генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, президент республики Густав Гусек. Демонстрация прошла под лозунгами «Дружба и сотрудничество Советским Союзом, другими братскими социалистическими странами». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова